Это обзор и отзыв на книгу Айзека Азимова «Прелюдия к основанию». Всем привет! Меня зовут Дмитрий и этим видео я открываю серию видео обзоров и отзывов на книги Айзека Азимова. Я помещу эти отзывы в отдельный плейлист. Вы можете вот здесь его посмотреть. И сегодня первая книга серии Foundation «Прелюдия к основанию». Разные переводчики по-разному переводили вот этот основной термин этой серии Foundation. Кто-то переводил как «Академия», кто-то переводил как «Основание», «Фонд», «Организация» и несколько других вариантов перевода. Я буду придерживаться перевода «Основание» и когда буду говорить об этих книгах этой серии. Давно хочу начать читать Азимова. Наверное, где-то лет 15 назад, в середине нулевых я узнал о том, что есть такая серия как «Академия», «Основание», «Фонд». И что меня запутало, когда я впервые об этом услышал, так это множество переводов названия. И я не знал, «Основание», «Академия» и «Фонд» это одна и та же книга или это несколько, три разных книги или четыре разных книги. С тех пор за 15 лет интернет достаточно далеко продвинулся, и я с помощью интернета смог выяснить для себя порядок чтения этих книг, потому что их даже уже 15 лет назад было семь. И в такой большой вселенной и в такой большой продолжительной серии книг не хотелось бы начинать из середины. Мне хотелось проследить это все по порядку, чтобы я увидел, как развивалась эта вселенная от начала, то есть как ее автор придумал, до какого-то логического конца. Ну или какой-то такой жирной точки, которую потом, после которой уже читать что-то еще было бы бессмысленно. Или не имело такой важности для понимания этой вселенной в глубь и вширь. Коротко это я вам рассказал сейчас о своем пути к основанию. Также я хочу в этом видео также затронуть вопрос порядка выхода этих книг. «Прелюдия к основанию» вышла в 1988 году и по сути стала четвертой книгой в серии. «Путь к основанию» вышел в 1993. Первые три книги, так называемая «Основная» серия про основания, вышли в 1951 – это «Основание», 1952 – «Основание» и «Империя», 1953 – «Второе» основание. И «Край основания» 1982 году вышел, «Основание» и «Земля» 1986 год. Как я вижу, приквелы были написаны позже всех. Но именно эти приквелы дают понимание о том, как зародилось основание, кто ее автор, почему он начал эту работу и каким образом эта работа развивалась и была завершена. Теперь, собственно, о книге «Прелюдия к основанию». Книга начинается с того, что на центральную планету галактической империи Трантор. Да, наверное, опять я буду делать какие-то замечания по ходу рассказа. Я буду произносить название так, как мне удобнее. Понятно, что на английском языке пишется как Трантор. Если переводить, переозвучивать на русский язык, то, скорее всего, это будет Трантор. И в некоторых переводах я встречал именно такую трактовку. Кроме того, есть разночтение между переводами земель провинции Трантора. Например, некоторые переводят «Дахл», некоторые переводят «Даль». Некоторые говорят, что это «Вия», а некоторые говорят, что это «Сетчим». Я постараюсь как-то придерживаться в своих обзорах единого наименования, или же вообще не упоминать планеты, если в этом нет крайней необходимости. Гэри Селдон – молодой ученый, даже по современным меркам 32 года – это молодой ученый считается. Он одновременно и историк, и математик. И он прежде всего математик, который интересуется историей. И он прибывает с одной из отдаленных планет Галактической империи на центральную планету, столицу империи – Трантор. Трантор – это такое административное образование, в котором власть императора совершенно не имеет никакой власти. То есть император, который властитель империи, он не управляет Трантором. Трантором управляют какие-то мэры, секторов Трантора, потому что Трантор – это так сложилось, что за время его существования, за время тысячелетия его существования, он был покрыт специальными куполами, потому что культивация земель, вырубка лесов, выращивание овощей и фруктов, техногенная цивилизация довели эту планету до такого состояния, что на поверхности стало невозможно жить. И поэтому поверхность вся была, практически вся, кроме императорского сектора, была закрыта куполами. В этих куполах поддерживается искусственное освещение, искусственная атмосфера, искусственная смена дня и ночи. Соответственно, создаются все условия для того, чтобы люди жили комфортно. Есть сектора, которые обеспечивают другие сектора планеты едой. Сектора, которые обеспечивают другие сектора планеты теплом. То есть, это сектора, где добывают уголь, где добывают какие-то ископаемые топлива и так далее. Есть сектора, которые имеют большой политический вес на Транторе. И вот в такую мешанину противоречий прибывает Гарри Селден. Гарри Селден, у которого есть важное сообщение для императора. Он считает, что это сообщение настолько важное, что он прибывает как турист и записывается на прием к императору. А не как турист, я оговорился. Он прибывает на математический конгресс и делает свой доклад о том, что дни империи сочтены. И что его наука, только лишь наука, психоистория, которую он разрабатывает, может спасти империю. И что развал существующей империи и создание новой империи между этими двумя событиями пройдет не 30 тысяч лет при обычном течении времени, а всего лишь тысяча лет. То есть намного меньше, в 30 раз меньше. Но для этого нужно развивать психоисторию и сделать некоторые шаги, которые он предлагает. Которые он может и предложить в том случае, если эта наука будет развита. И математический аппарат позволит создать стройную и предсказательную концепцию для того, чтобы предсказать, что будет. Далее начинаются просто фантастические какие-то события с этим человеком. Я не буду дальше пересказывать содержание книги, потому что это не всем нравятся спойлеры до чтения, но я вам рекомендую. То есть вот эти обзоры, которые я смотрел на английском, они используют такие слова, как fascinated и amazing. То есть на русском это увлекательно и великолепно. Я могу сказать, что да, это увлекательное чтение. Первую книгу я практически прочитал за 4 дня. Это, наверное, мой личный рекорд. Чтение фантастической художественной литературы. 300 страниц за 4 дня. Это очень быстро для меня. Потому что события таким образом развиваются, они накладываются одно на другое и складываются в такой комок, когда уже под конец открывается одна из самых главных тайн этой книги. Одна из самых главных тайн даже не этой книги, а всей галактики, всей вселенной. И к этому автор подводит очень-очень методично, очень умело, очень, скажем так, используя весь свой авторский опыт, который он накопил за полвека своей творческой карьеры. Написав еще много других десятков книг. И когда мне открывается эта тайна, я себе задаю вопрос, а как же так? Почему я не догадался? Хотя все данные автор дал для того, чтобы догадаться и ответить на вопрос, почему так? И ответить на вопрос, что да, вот эта тайна решается именно таким образом. Но я не смог. Да, я признаю, что вот этот ход авторский, вот этот детективный сюжет внутри фантастической книги, он действительно держит, он до конца додержал практически до последних страниц, до последних лавы он додержал этот детективный ход, он додержал это в напряжении читателя, он этим держал. И кроме этого, в книге автор показывает, как можно действовать, когда недостаток информации, что вот первый шаг в недостатке информации, это ее поиск. Этот Гарри Селдон, он отправляется по разным секторам искать ответы на свои вопросы. Он делает такую предпосылку, что он не может сейчас сделать максимально точную модель развития Вселенной, развития галактики в общегалактическом масштабе, но он может взять Трантор и сделать маленькую модель на примере тех секторов, тех людей, которые живут на Транторе. А это 40 миллиардов людей. И он говорит, что модель, которая будет описывать и предсказывать события на Транторе, ее потом можно масштабировать на то, чтобы предсказывать события во всей галактической империи. И он отправляется на поиски, он встречается с разными людьми, он обретает коллег, помощников в разработке своей психоистории. Он знакомится со своей будущей женой в первой книге. И эта книга посвящена в основном именно Гарри Селдену. То есть, какой он человек, как он умыслит, как он может себя защитить. А он может себя защитить, потому что он изучил какую-то борьбу или какие-то физические практики у него есть. И он может за себя постоять. И на него неоднократно нападают, покушаются. Но он уходит от этих неприятностей благодаря своему уму, сообразительности, смекалке. И эта книга, скажем так, если вы планируете читать эту серию, серию Foundation, то начинать нужно именно с остановления Гарри Селдена. Потому что иначе, допустим, ну, опять же, я забегаю вперед. Вот здесь я положу ссылку на обзор второй и третьей книги. Например, в третьей книге, то есть, это уже книга основания, это первая книга оригинальной серии, которая вышла в 51-м году, они, в ней практически нет никакого упоминания о Гарри Селдене. То есть, оно там такое, мазками. То есть, он появляется только тогда, когда это критически необходимо, и не более того. А все остальное о нем разговоры вокруг да около. Что он вот такой был, он там такое создал, он сделал то-то, сё-то, но сама личность Гарри Селдена не раскрывается. Она раскрывается именно в прелюдии к основанию. И на этом я прощаюсь с вами, потому что дальше, если я буду рассказывать, то я боюсь раскрыть основные грани сюжета. А я, допустим, не люблю, когда мне рассказывают о книге, которую я еще не читал, ну, в подробностях. И, как мне кажется, я не очень много раскрыл, а также закинул такую удочку, крючок на интерес в этой книге. Ну, хотя бы вот с детективной историей, да. Детектив внутри фантастики. Это интересно, как мне кажется. И, соответственно, я... Следующее видео будет обзором книги «Путь к основанию». «Путь к основанию». Путь к основанию, пожалуйста, вот здесь я помещу плашку видео в конце видео, как это называется, «Конечная заставка». Вы можете на нее перейти и нажать, и посмотреть следующее видео, обзор... Когда он выйдет, конечно. Обзор книги «Путь к основанию». Всего вам доброго. До новых встреч. Желаю вам всяческих успехов.